Сейчас мы с вами находимся в коммунальном предприятии Агентства программ развития Одесса 5Т, а также в Одесском муниципальном энергетическом агентстве, которое является структурным подразделением данного коммунального предприятия. Это передовой отряд, передовая команда Одесского городского совета по привлечению инвестиций, кредитов и грантовых средств в город Одесса. На протяжении последних нескольких лет было сделано очень многое в связи с тем, что в первую очередь очень хороший коллектив собрался в данном офисе, в данном предприятии. И это всевозможные направления, которые являются приоритетными для Одесского городского совета, а именно транспорт, туризм, технологии, торговля и траст доверия. А также, конечно, большое внимание уделяется Одесскому муниципальному энергетическому агентству, который финансируется также немецкими фондами, JIZ, благодаря которому и существовал данный офис, он был создан и финансировался. И хотелось бы отметить основные те достижения, которые были сделаны. Если мы возьмем направление транспорта, это всем известные троллейбусы, которые сегодня могут все лицезреть. Но очень важные были созданы стратегические шаги. А именно, было разработано Мировым банком концепция развития транспортной системы города Одессы. По результатам колоссального исследования, которое продолжалось порядка года, были проведены очень серьезные волонтерами, в том числе проведены анализ транспортных потоков в городе. И было определено, что очень много стоит сделать в направлении безопасности дорожного движения, в создании одесского наземного метро или проекта скоростной трамвай, в развитии создания производства новых трамваев и обновления троллейбусного парка, а также изменения полностью концепции деятельности городского транспорта. В рамках этого анализа Мирового банка, который сегодня переводится и на русский, и на украинский язык, было принято данной командой, была сделана колоссальная работа, которая насчитывает порядка 300 страниц текста, только заполнять необходимо было, документации предоставлять. Была подана заявка в Европейский инвестиционный банк и в Европейский банк реконструкции и развития и получено одобрение на привлечение 49 миллионов евро на строительство скоростного трамвая, который будет идти с поселка Котовска через центр города в Киевский район. Этот вид транспорта, мы убеждены, что станет самым популярным видом транспорта, ведь он позволит из одной части доехать до другой за очень короткий период времени, в комфортабельных условиях, безопасно. И это действительно стратегическая линия города, это некий главный транспортный коридор города. От него мы планируем, что на городском транспорте, на электроавтобусах, современных троллейбусах и автобусах большой вместительности будут основные разветвления от основной магистрали «Север-Юг». Это все нам разработал суперэксперт в лице Мирового банка со всеми своими специалистами. Помимо того, данная команда разработала концепцию, благодаря которой нам удалось подать заявку в Европейский инвестиционный банк, и мы участвовали в программе «Безопасность дорожного движения». Мы стали одним из нескольких городов Украины, которые предварительно получили добро на получение финансирования порядка 12,5 миллионов евро, а также грантовой составляющей, на создание велосипедной инфраструктуры, на ограждение по линии движения трамваев, на создание новых безопасных остановочных комплексов, на создание транспортных развязок в городе Одессе. Это, чтобы вы понимали, как скоростной трамвай, так и кредитная программа «Безопасность дорожного движения» – это льготные кредиты под 2% годовых с льготным периодом уплаты тела кредита и процентов, который составляет порядка 5 лет. То есть 5 лет нет никакой оплаты, только по истечению 5 лет начинает под 2% годовых оплачиваться кредит. Многие скептики говорят о том, что курс доллара скачет, но 2% годовых – это значительно ставка более экономически эффективная, чем 17% гривни. Даже при максимальной инфляции, пусть будем говорить даже в сотни процентов, все равно этот кредит будет оставаться более эффективным и более дешевым для городского бюджета. Помимо этого, срок кредитования достигает от 7 до 15 лет, что также является очень удобным. И если сегодня мы обратимся в историю, что в 1880 году город выпускал европейские облигации, которые на сегодняшний день до сих пор, эти трамваи, на закупку которых он выпускал облигации, до сих пор ездят по нашим, ну не дорогам, по рельсам в городе Одессе. Что хотелось бы еще сказать? Хотелось бы отдельно акцентировать внимание на деятельность Одесского муниципального энергетического агентства. Только в прошлом году мы получили грантовых средств на сумму порядка 160 тысяч евро. Благодаря этой деятельности мы получили льготный кредит на замену уличного освещения и на энергоэффективность наших коммунальных учреждений. А также участвовали в проекте USAID и также получили довольно-таки серьезную поддержку. И был проведен энергоаудит 40 бюджетных учреждений. И теперь по результатам этого энергоаудита мы можем участвовать и привлекать очень дешевые европейские деньги на энергоэффективность наших школ, больниц и детских садов. Речь идет на сегодняшний день, если говорить о этих 40 проектах, о сумме порядка 7,5 миллионов евро, также льготных средств с грантовой составляющей, в которых теперь город сможет участвовать. Хотелось бы еще отметить, чтобы уже закончить тему, извините, транспорта, также сегодня разрабатывается новая совершенно концепция, в том числе в рамках изменения законодательства Украины по созданию парковочной инфраструктуры в городе Одессе. Особенно в летний период мы наблюдаем, что очень тяжело припарковаться, система парковок, она не мобильна, ты никогда не можешь спрогнозировать, где ты можешь припарковать свой автомобиль. И во всем мире паркование транспортных средств это довольно-таки серьезный источник дохода муниципалитета, но в то же самое время источник формирования очень больших транспортных заторов. В связи с тем, что наша стратегия, стратегия мирового банка заключается в том, чтобы снизить количество транспорта на улице, сделать его более мобильным, более динамичным и, конечно, стремиться к экологичному транспорту, сегодня вместе с европейскими компаниями заканчивается разработка новой стратегии, новой системы паркования транспортных средств в городе Одессе, которая будет презентована на ближайшем форуме Одесса 5Т, который состоится с 4 по 6 октября. То, что мы делаем, мы, по сути, являемся основными реализаторами инвестиционной стратегии Одесса 5Т. Мы работаем в направлении привлечения инвестиций, а также в направлении продвижения. Касательно продвижения, у нас есть огромный кусок работы в виде общения с бизнесменами, в виде общения с нашими партнерами, нахождения этих партнеров. Мы уже готовимся сейчас, мы буквально в эпицентре событий по подготовке инвестиционного форума Одесса 5Т. В этом году тема этого форума – это инновации и видение будущего, потому что в этом офисе непосредственно тот самый котел, где рождаются самые смелые мечты, где рождаются самые смелые интересные проекты от Expo City, потому что за последние несколько лет, как только мы начали работу с этой инвестиционной стратегией, мы поняли для того, чтобы развивать город дальше, все 5Т, которые находятся сейчас в нашей инвестиционной стратегии, городу Одессе не хватает двух основных инфраструктурных объектов, которые позволили бы нам двигаться дальше. Это сейчас речь идет о развитии аэропорта и также о экспоцентре, концернно-выставочном центре. И сейчас у нас идет активная подготовка к тому, чтобы предложить инвесторам действительно интересный проект, который мы сейчас предполагали. Мы изучили генеральный план города, и у нас в рамках генерального плана города есть место, это по сути единственная муниципальная земля, которая сейчас может быть доступна для реализации таких масштабных проектов, как экспоцентр. Это территория поля орошения, и мы сейчас хотим попробовать замахнуться на достаточно большое количество гектаров для того, чтобы действительно корни перевернуть будущее Одессы, потому что мы видим город, это, в общем-то, стратегия, которую согласились все, мы проанализировали, в общем-то, и мнение общественников, и мнение представителей городской власти, и мнение бизнесменов, потому что мы являемся главной консолидирующей такой платформой, и мы поняли, что для того, чтобы город двигался дальше, мы видим Одессу как большую нетворкинг-площадку Одессы, в которой происходят все самые классные вещи 365 дней в году, и мы видим Одессу как действительно местом, где можно встретить кого угодно, потому что, в общем-то, всевозможные фестивали, которые происходят сейчас, мы хотим, чтобы наш высокий сезон не ограничивался только половиной года, но чтобы, в принципе, 365 дней в году сюда можно было приезжать за качественными мероприятиями, участвовать в прекрасной деловой жизни, и для этого нам сейчас как раз необходимо уже сдвинуться с точки, когда у нас появится место, которое будет уже предназначено для этих целей, поэтому мы сейчас активно готовим предложения для инвесторов, которые смогут непосредственно заняться уже разработкой этих земельных участков, ну и то, что сейчас происходит у нас уже непосредственно, та тихая работа, которая происходит в рамках нашего грантового отдела, здесь как раз присутствуют те люди, которые занимаются той самой сложной, той самой неинтересной работой, как заполнение заявок, это многостраничные талмуды, которые нужно заполнить и подстроить, все это сейчас, опять же, как уже было сказано, призвано помочь Одессе реализовать все те проекты, которые сейчас действительно остаются вне зоны внимания, у нас сейчас идет активнейшая наработка базы сотрудничества с нашими партнерами Болгарии, Румынии, Грузии, Турции для того, чтобы реализовывать совместные проекты, в рамках работы грантового офиса есть два типа проектов, это проекты так называемые софт, это, так скажем, проекты, которые направлены на культурный обмен, направлены на развитие социальных проектов, и проекты под названием хард, это инфраструктурные проекты, которые предполагают строительство, которые предполагают создание каких-либо реконструкций объектов. И сейчас мы подали уже на проект Украина-Румыния, трансграничное сотрудничество, мы подали заявку на культурную часть, мы подали заявку на создание виртуального музея совместно с румынским городом Тульча, помимо этого мы подали единственный от Украины, мы поучаствовали в конкурсе «Креативная Европа», мы сейчас ждем ответ по заявке, мы подали идею создания культурных хабов на базе существующей сети библиотек, для того, чтобы не только центр города становился центром притяжения всех культурных мероприятий, но и также, чтобы все люди, которые живут, неважно, на поселке Котовского, на массив Таирова, чтобы тоже имели доступ к современным пространствам, хабам и культурным центрам. И это только маленькая часть того, что делается сейчас. Следующий наш блок заявок – это гранты по привлечению, гранты направленной программы «Черное море», это сотрудничество всего Черноморского бассейна. Тут у нас разброс предложений огромный, потому что мы работаем в сфере экологии. Это очистка Черного моря, это создание станций и обновление нашей службы по спасению. Там можно разгуляться и можно, в общем-то, запрашивать как техническое оснащение, так и всевозможные мероприятия. И помимо всего этого, сейчас мы нарабатываем еще базу партнеров и будем участвовать в всевозможных посольских грантах. Они бывают разные, то есть, скажем так, ранжирование по денежному финансированию, это может быть от нескольких тысяч долларов до многих-многих миллионов. Допустим, там проекты по Украине, Румынии исчисляют сейчас полутора, там, пул заявок, это приблизительно полтора миллиона евро. Соответственно, в любом случае, такие заявки могут быть действительно хорошим подспорьем. Это процесс достаточно сложный, потому что из 100% поданных заявок, в общем-то, обрабатывается порядка 10. Но, в общем-то, поэтому мы создали сейчас проект грантового офиса для того, чтобы эта работа шла систематически, чтобы мы подавали на каждый конкурс, мы подавали от 12 до 15 заявок, и мы, собственно, наращиваем эту мощность. И, в общем-то, так как у нас всего 15 человек в предприятии, хотим, чтобы нас стало больше, мы приглашаем активных одесситов, людей, молодых, присоединяться к нам, потому что мы действительно верим, что вместе мы можем менять город к лучшему, менять нашу жизнь к лучшему, потому что мы действительно мечтаем, не просто мечтаем, мы хотим жить в красивом, комфортном, безопасном городе, и своими силами хотим, чтобы это состоялось, и мы готовы к этому прикладывать свои усилия ежедневно.